добрый день приветствую всех кто уже подключился к нашему вебинару очень рад всех видеть тема сегодняшней нашей встречи нашего обсуждения это оформление и учет командировок сотрудников в программе 1s erp управление предприятием версия 2.5 самая свежая версия разработчики постарались сделали довольно удобный инструмент и из одной обработки можно совершать все операции необходимы для учета командировок обычный совершенно алгоритм стандартный это оформление заявки на командировку далее приказ о командировке выдачи денежных средств под отчет можно проводить бронирование через операторов внешних операторов но естественно авансовый отчет и все необходимые регламентные проводки полторской проводки на первом этапе давайте вспомним какие проводки делаются здесь абсолютно стандартная ситуация если электронный билет либо какие-то бронирование делают само предприятие помогает подотчетному лицу то проводки 9 76.14 кребе кредит десятого счета если закупки делает непосредственно подотчетное лицо то 60 счет по кредит меняется на 71 счет по кредиту здесь тоже авансовый отчет дебет счет расходов кредит 71 счет здесь тоже все просто единственное необходимо наверное отдельно коснуться НДС а с НДС чуть-чуть не то чтобы их сложнее а особенности первое входной НДС принимается к вычету в том периоде когда командированный работник отчитается о понесенных командировках расходов и такой вычет нельзя перенести в более поздние налоговые периоды это связано с тем что НДС предъявленным поставщиком до момента оказания услуг билет это по сути договор обязательства поставщика предоставить услуги не сама услуга соответственно билет только право на дальнейшее получение услуги по паре да как я уже сказал и не является затраты и в нем нет самого НДС после получения получения оформления авансового отчета и предоставления посадочного талона если речь идет о перевозках соответственно по посадочному талону будет и НДС возмещается и еще один маленький нюанс для того чтобы затрат на перевозку можно было выбирать в рабочем месте по командировкам необходимо оформить договор по которым детализация расчета договора должна быть по договорам такие маленькие вводные которые желательно обеспечить и тогда все будет работать нормально теперь мы с вами переключимся на программу и пройдем сквозным примером по программе от начала от оформления заявки на командировку до окончательно 2 авторских проводок и 2 авансового отчета я переключаюсь на программу для того чтобы у нас появилась обработка рабочее место по командировке нам необходимо сделать первоначальные базовые настройки для этого переходим в раздел НЦЕ и администрирование компанию казначейства и взаиморасчеты и дальше подотчетники разворачиваем подотчетники и у нас есть галочка заявкой на командировку ставим галочку такую и у нас в разделе казначейства появляется пункт меню заявки на командировку переходим сюда и появляется пустое поле если заявок еще не было и через пункт меню создать создаем заявку я заполнять не буду потому что я предварительно заполнил заявку давайте я не открою вот и посмотрим что у нас здесь оформляется заявки два поля основное и бронирование в поле основном простые поля которые в принципе нет необходимости расшифровывать давайте быстрее подбежимся сотрудник подразделение сотрудника организация период командировки принимающая сторона место назначения предыдущие реквизиты они выбираются из выпадающих списков соответственно на проваливаться в те справочники которые ссылаются эти выпадающие списки а вот место назначения цель поездки это уже текстовые поля это комментарии на свободное поле расходы предполагаемые расходы это расчетная величина лицо которое направляться в командировку делает некий для себя расчет предварительно и своего рода делает заказ на сумму на подотчет выдать подотчет руководитель ответственного лица командировочного лица смотрит расчет и подтверждает да выдать 40 если согласен либо какую-то другую сумму если он не согласен с расчетами здесь тоже все просто бронирование вот эта вкладка имеет два значения первое это просто предварительно некий не то чтобы расчет а некое планирование командировочного лица по маршруту командировки и по необходимости какие броне необходимый самолет поезд трансфер либо бронирование проживания ставится галочка это информационное поле для планирования но если мы подключим еще дополнительную функцию и один с ерпи это позволяет мы можем подключить уже встроенного неправильно не рассловно не встроенного а аккредитованного агента по билетам есть такая компания smart way которая работает с 1с ну скорее всего это одна структура из холдинга 1с как она подключается мы возвращаемся и администрирование казначейства и взаиморасчеты в разделе подотчетники под заявку под галочка заявка на логировку есть еще ссылка интеграция сервисом бронирование smart way проваливаем сюда и ставим галочку до интеграция такая есть smart way это как я сказал компания 1совская если мы пройдемся по ссылке мы перейдем на сам сервис smart way достаточно удобный сервис который позволяет бронировать и билеты и проживание и трансфер все здесь это возможно более того без наценки без сервисного сбора и если этот сервис подключены вы в нем авторизирует авторизирует получили доступ через то все закрывающие документы и подтверждение брони автоматически синхронизируется с программой и вы получаете все это уже в командировочных заявках одно но smart way хоть и не отзимает дополнительные оплаты комиссионные за оформление конкретных билетов но у него есть ежемесячная плата обязательно в размере 6900 рублей на сегодняшний день при этом независимо от количества куплен билет и от количества брони хоть один хоть 100 из этого выходит что этот сервис удобен если у вас достаточно большое количество командировок если 3 ну тогда не совсем удобно может дешевле будет у стороннего агента 10 билет и сделать бронирование каждый выбирает здесь самостоятельно так вот если вы работаете с этим сервисом тогда удобно использовать когда удобно использовать на заявку и на вкладку бронирование когда этой вкладкой удобно использовать эту вкладку потому что при ее заполнении при синхронизации очередной вся эта информация поступает smart way и оператор smart way уже делает бронирование исходя из заполненных реквизитов при этом бронирование отеля билет авиабилета сделал давайте мы провалимся в авиабилет а для чего из этого окна можно делать дополнительные корректировки если вам это необходимости необходимо изменить либо категорию билета и сделать доплату вот полгода плата либо сделать возврат любой из этих можно использовать и при заполнении этих реквизитов и нажать при очередной синхронизации со smart way оператор smart way опять это получит но и сделает соответствующие либо возврат либо доплату вот довольно удобно при этом если вы не используете сервис smart way тогда доплата и возврат они не работают необходимо документы пока с вашего разрешения я отключу там действие со спортом галочку сниму мы пройдемся у стороннего агента приобретаем билеты делаем бронирование заявка на командировку мы с вами заполнили все необходимые данные и сделать на основании у нас есть довольно удобный пункт меню по которому вот как я сказал рабочее место мы можем и заявки сделать практически весь комплект документов необходимый нам для работы бронирование сделали не буду ваше время занимать задание что значит задание мы с вами помним что для оформления командировок необходимо сделать ряд действий давайте задание сделаю ряд действий заявка на командировку приказ на командировку план командировки выдать подотчетные денежные средства если есть в этом необходимость но что-либо еще если за каждый пункт вот это логистической цепочки отвечает конкретное должностное лицо то можно из заявки на командировку отправить сразу же задание на этому должностному лицу задание очень простое текстовое поле выполняется что-либо допустим оформить под отчетных денежных средств под отчетных средств исполнитель на кого оформляется важность срок исполнения но и описание текстового поля внизу проверить если необходимость из назначить человек который должен проверить этот это задание я предварительно уже оформил ряд заданий сейчас открою а вот я открыл уже так много текущие задачи я оформил на бухгалтера белкина анастасия георгиевна оформить заказ на командировку купить авиабилеты бронирование гостиницы да переложил вот эти пункты меню не на командировочного она бухгалтера но здесь есть маленькие нюансы которые необходимо понимать и знать и мы с вами посмотрим вот задачу на исполнителя белкина бухгалтер белкина и здесь написал оформить приказ на командировку и выдать под отчетные денежные средства давайте мы с вами перейдем теперь в программу от лица пользователя белкиной и посмотрим что мы здесь с вами увидите начальная страница выведены все задачи на конкретного специалиста для начальной страницы очень удобно и сразу же бухгалтера белкина видит то что ей необходимо сделать оформить приказ на командировку и выдать подсчетные денежные средства давайте сразу же это с вами и исполним само рабочее поле приказа при выполнении белкин должна после выполнения поставить выполнено чтобы проверяющий лицо видел что все это тут меня сделали как это делается казначейство заявки на командировку и вот эта заявка сотрудника иванова ивана ивановича бухгалтера белкина эта заявка видна и мы можем провалиться сделать на основании и вот здесь первый нюанс у сотрудника белкиной нет прав нет полномочий оформлять приказы здесь только можно вот списание без наличных денежных средств то есть выплатить только подсчетные денежные средства командировочному а сам приказ сделать не может соответственно вот это тоже нужно нюансы помнить и делегировать только те полномочия на которые есть доступ у конкретного лица давайте вернемся первоначальный экран вот заявка на командировку у нас в данном случае пользователь орлов александр владимирович у него полномочия есть можно сделать и приказ и все давайте сначала когда с вами сделаем приказ а потом уже выдадим подсчетные денежные средства приказ оформляется через пункт меню командировка командировка это документ технически необходимый для бухгалтерского оформления командировочного заполняется в принципе здесь тоже по умолчанию все понятно главная вкладка начислена подробно это из среднего заработка положение стаж дополнительно в принципе здесь тоже для бухгалтера нет подводных комедий все понятно для чего мы сюда перешли я вот и главные пункты оформил это сроки начислено это уже идет из кадровых документов начисления по зарплате если ничего не менял ничего не ставил это автоматом программа выставляет нам необходимо пункт меню печать и здесь собраны все служебные документы необходимые для оформления командировочных приказ о направлении в командировку записать и продолжить вот он приказ возвращаемся командировка дальше печать и командировочного удостоверения давайте тоже посмотрим само командировочное удостоверение и служебное задание вот необходимые документы для официального оформления командировочного все у нас здесь есть все оформили распечатали подписали давайте вернемся к белками и уже сможем оформить подсчетные денежные средства опять сделать на основании списание безналичных денежных средств здесь небольшой казус логику создателей программы наверное она есть но мне не очень понятно почему на оформление на основании заявки делается форме сразу списание безналичных денежных средств по логике ну наверное было бы правильно сделать заявку на расход они денежных средств или платежных поручениях хотя бы здесь сразу списания безналичных денежных средств ну как бы все данные которые были в заявке они Они сюда перенесены, но для того, чтобы это списание безналичных денежных средств до него дойти, нам необходимо сначала сделать заявку на расходование денежных средств, потом на основе заявки платежное поручение, получить выписку из банка, ну и дальше выписка и списание, ну это оно и есть. Почему с самого конца производители программы, создатели программы сделали? Ну, у меня объяснения этому нет. Соответственно, нужно вернуться в казначейство, сначала, если заявки оформляются, сначала оформить заявку на расходование денежных средств, на основании заявки сделать платежное поручение, все отправить, а потом уже все это остальное получить. Так, давайте мы с вами посмотрим. Сделаем заявку. Создать. Здесь все просто. Выдача подотчетного подотчетника. Все правильно. Организация у нас, что в ящик у нас 87, абсолютно с... Условная организация. Это платежа сегодняшнее число. Подотчетное лицо. Иванов. Так, Иванов Иван Иванович. Сумма у заявки у нас была 40 тысяч. Заявка на комбинировку 40 тысяч. Вот. Мы сейчас не будем дальше оформлять, потому что я прошел всю цепочку, не будем, не буду ваше время занимать. Вы поняли, да, что на основании заявки мы можем сделать только списание с расчетного расчета. Вот. И если на предприятии используются заявки на расходный денежный средств, согласование этих заявок, ну, сначала тогда придется руками сделать заявку на расходный денежный средств и всю цепочку на протяжку. То есть, писание. Вот. Вернусь я. К Орлову. Вот у Орлова больше прав, соответственно, мы здесь сможем все сделать. Заявка на руку командировку. Внизу уже есть информация о том, что часть денежных средств командировочный Иванов Иванович получил. Не оплачено 30 тысяч. Соответственно, 10 тысяч уже получено. Осталось доплатить командировочных 30 тысяч. Это можно сделать уже по авансовому отчету, по результатам авансового отчета, по результатам командировок. Ну, либо, если по какой-то причине не доплатили, нужно доплатить, соответственно, до внести командировочный счет 30 тысяч. Давайте посмотрим, найдем заявку на расходный денежный средств, сделаем до внесения. И командировочный должен дополучить еще недостающие денежные средства, чтобы он мог обеспечить работу. Так, отборов у нас. Берем отборы. Берем отбора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, коллеги, у меня было сообщение, что проблемы со связью. Скажите, пожалуйста, сейчас меня слышно, видно, все нормально. Вроде бы сообщение ушло. На всякий случай проверю. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня слышно, видно. Спасибо. Спасибо. Так, мы с вами остановились на том, что нужно довнести недостающие денежные средства на командировочное лицо, отправить казначейство заявки на рассмотрение денежных средств. Так, сейчас подочитим, быстренько сделаем. Спасибо. 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 Не забывать про статусы. Проводим. Так, возвращаемся к заявке. Свер Multi M 와illing. Сверховую комментировку. Сверховую комментировку. так мы с вами сделали но заявка еще сформировать не хочет так проверим без наличных платежей списание нужно провалиться и сделать проведенным банком соответственно у нас не появились рачитаться провести и закрыть проведенным банком поставили так вот они 30 тысяч у нас появились они должны появиться нас и заявки на командировку вот оплата оплате на полностью все у нас с вами теперь сработало подчетник получила все необходимые денежные средства давайте посмотрим отчеты подачу показачейства ведомость по денежным средствам давайте быстренько сформируем посмотрим что у нас по подчетнику приход 30 тысяч 20 тысяч это у нас уже билеты давайте мы теперь посмотрим денежные средства все пришли под отчетник видят теперь для того чтобы оформить билеты я сделал закупки закупки два вида закупок сделал первая закупка под отчетным лицу за проживание и второе это предприятие непосредственно самостоятельно сделали закупки по приобретение товаров и услуг товары авиаперелет услуга закупка через подотчетное лицо видите хозяйство операции вторая вторая закупка это услуги проживания и непосредственно через организацию желание по договору проживания помните в самом начале у нас была ссылка что документ сам договор должен быть с оплаты расчета оформления детализация расчета по договорам вот это обязательство мы с вами выполнили когда оформляли договор то детализация расчетов по договорам поставили в принципе у нас это работает давайте я сейчас разрешу редактирование посмотрим какие варианты еще есть по договорам по заказам по авансам по расчетным документам если мы ставим по договорам то мы этот договор можем и эту оплату выбрать в документах оформления командировки закрою лишнее чтобы мы с вами вернулись в документах оформления командировочных и посмотрели имеется ввиду так заявка на командировку оформить задание бронирование командировка расходный аванс давайте мы теперь перейдем мы с вами бронирование сделали задание отправили вы видели что лицо которое ответственно за это задание эти задания получает их нужно отрабатывать командировка мы с вами открывали это бухгалтерский документ необходимый для формирования всех регламентированных документов в виде приказа командировочных служебных задания всего этого и у нас еще остается документ авансовый отчет важный документ мимо которого мы допустим уже понимаем что командировка сделана документ она не куплена проживание оплачена и в принципе командировка уже может оформлять авансовый отчет основная вкладка здесь все очень просто организация подразделения под отчетное лицо в какой валюте получил ну и комментарии дальше закупки это вкладка необходимо для формирования закупок который делал под отчетное лицо непосредственно мы можем сделать подбор и если бы были документы соответственно эти документы ввели но на этом этапе под отчетное лицо еще ничего не предоставил но тем не менее можно создавать я подготавливал документы соответственно я давать не буду открывать новый документ а открою то что уже он готовился вот он иванов иванов иванович вот этот документ который перед вебинаром я начал готовить давайте его посмотрим закупки подобрать у нас есть оплата проживания мы можем выбрать но этот пункт меню выбирал в других вот у нас две оплаты трансфер из аэропорта и оплата нотариальных услуг это командировочные эти траты ввел и чеки которые он получал если он получал соответственно они должны вот их можно приложить к отчету сделать сканировать ну и соответственно прикрепить если пока этих чеков нет ну соответственно перечисляются какие были затраты оплата поставщикам вот мы с вами сделали две оплаты это купили билет мы это с вами смотрели эти документы но и проживание мы тоже эти документы смотрели их можно подобрать либо по остаткам если есть остатки но сейчас у нас остатков нет потому что мы полностью оплатили на всю сумму по документам если добавить ну соответственно если были бы еще какие-то платежи можно было бы добавить объект расчетов это вот тот документ основание которое делается давайте мы проваливаемся вот перечень документов которые можно выбрать и прикрепить соответственно 1018 я уже прикрепил я печати это необходимые поля для того чтобы авансовый отчет печатная форма выглядела более закончен но здесь я не буду сейчас оформлять здесь здесь тоже все понятно и интересно и не интуитивно и логично понятно это вы тоже разберетесь дальше провести и закрыть авансовый отчет у нас сформирован есть небольшие наверное недоработки программы вот это рабочего места это то что на основании заявки на командировку нельзя сделать заявку на расходы денежных средств и платежных поручений а сразу же списание ну будем надеяться что в последних следующих более новых релизах это исправится пока к сожалению не исправлено вот и документ который на основе которого сейчас командировка оформляется бухгалтерский документ здесь проводки давайте посмотрим который делается движение документа по этому документу делается довольно большой перечень проводок по регистрам сейчас программа сформирует посмотрим каким регистром это движение идет так так замечательно говорили что уже документ сформирован действительно я уже его формировал потом поэтому он ругается сейчас я найду и возьму придем к этому документу так вот это очень 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 вот Слишком много сделал уже операций, где-то чего-то одно на другое наложилось у меня, поэтому не выводит. Заявка осталась согласована. Приду в командировке. Видите, я уже тут насоздавал их три штуки, поэтому у меня она и ругается. Я перестарался, извините. Так, вот мы добились с вами демонстрации, по каким регистрам документ делает проводки. Это все регистры, которые необходимы для бухгалтерского официального оформления командировочного. В принципе, довольно долго это перечислять, а потом при необходимости уже сами сможете контролировать это движение. В принципе, все мы с вами прошли. Давайте быстренько повторим. НСЕ, администрирование казначейства и взаиморасчета необходимо поставить в разделе «Подотчетники» галочку «Заявка на командировку», но при необходимости интеграция сервиса бронирования SmartWay. При установке этой галочки в разделе «Казначейство» появляется пункт меню «Заявки на командировку». Оформляется очень просто, через кнопочку «Создать», далее оформляем заявку на командировку и по кнопке «Создать» на основании делаем весь необходимый пакет документов. Авансовый отчет, бронирование, задание, командировка, расходно-кассовый орден, если выдача подотчета на миксу через кассу, и списание безналичных денежных средств, если на счет, на карточку командировочного, на карточку сотрудника. Непонятно, почему списание безналичных денежных средств, а не платежное поручение, либо еще лучше заявка на расходные денежные средства, но это особенности программы. Бухгалтерские документы и бухгалтерские проводки необходимо оформлять через пункт меню «Командировка». Командировка сейчас еще раз не оформится, но не важно. Служебный бухгалтерский документ, через которого идет начисление командировочных, суточных, ну и печать всех необходимых документов. Приказы командировочного, служебного задания. Ну и бухгалтерский расчет среднего заработка, подробное счет начисления. В принципе, все, все это работает. Если подключаете сервис SmartWay, то все закрывающие документы автоматом получаете из этого сервиса. Это подтверждение бронирования, ну и закрывающие документы для бухгалтерии. Но помните, абонентская плата по SmartWay 6900, независимо от, в месяц 6900, независимо от количества командировочных. На этом, в принципе, все, что хотел сказать, показать. Коллеги, всем большое спасибо. Следующий вебинар, который я буду читать, будет 27 апреля. И тема его будет переход с САП на 1С ERP. Если кому-то будет интересно, то милости просим. САП на 1С ERP.